На это должны реагировать правоохранители. В Кремле прокомментировали противостояние новых ультраправок сетью ресторанов японской кухни «Тануки». Раннее движение мужское государство устроило атаку на сети за рекламу с флагом ЛГБТ. Битва при «Тануки» или история о том, как новые ультраправы объявили войну женщинам, геям и темнокожим, а суши отказались капитулировать. Во вторник скандал вокруг атаки блогеров Дислава Познякова на сети ресторанов японской кухни долетел до Кремля, как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Органы должны реагировать, если нарушения закона имели место. Андрей Ромашкова о наследниках тех, кто боролся с веселым молочником и мороженым «Радуга». Данное сообщение, материал создан и или распространено компанией, которой наплевать на призывы удалять контент и угрозы в свой адрес. С такой отсылки к маркировке материалов в СМИ и на агентах теперь начинаются все посты в Инстаграме Тануки. Сеть японских ресторанов отказалась извиняться перед незарегистрированным движением «Мужское государство» за рекламу с изображением чернокожих мужчин, как это ранее сделали ее менее известные коллеги по рынку суши, и планирует продолжать снимать, цитата, представителей разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Тануки призывает клиентов отмечать под постами аккаунта и Минкомсвязи и основателя Телеграм Павла Дурова и добиваться блокировки канала, а также может обратиться в суд. Юристы сети уже занимаются вопросом. О перспективах возможного иска рассуждает юрист-правозащитник Михаил Салкин. Сами призывы оформлять заказы и обменять не являются никаким нарушением, даже если они совершаются массово. Другое дело, что подлавливать и сбивать – это, конечно, призывы к совершению преступлений. По сути, один из видов соучастия – это уголовно наказывается. Призывы к каким-то массовым беспорядкам – это вообще есть отдельная статья, тоже, соответственно, наказывается как участников, так и организаторов. Теоретически можно международный розыск объявить. Никто не мешает включить данного гражданина в список экстремистов, заблокировать все ему счета и финансовые активы на территории России. Другое дело, что если он находится за пределами Российской Федерации, то уголовный кодекс к нему российский плохо применим, пока он страну не вернется. Поэтому каких-то иных методик к нему сильно применить нельзя. Так называемое мужское государство – сообщество, созданное то ли фитнес-консультантом, то ли просто культуристом Владиславом Позняковым – можно назвать без пяти минут экстремистской организацией. Даже если обойти стороной тот факт, что в названии движения содержится отсылка к запрещенной террористической организации «Исламское государство», идеология МГ многим покажется радикальной. Часть СМИ называют движение патриархальным и националистическим. Но для бесконечного потока сознания Познякова в ранее заблокированной группе ВКонтакте и в сообществе на 90 тысяч подписчиков Телеграм лучше подойдут слова «жена ненавистническая» и «расистская». Блогер регулярно призывает к травле девушек за отношения с представителями других национальностей и рассуждает про «унтерменьший». Тем не менее, вторая составляющая атаки МГ на Тануки может представлять для сети большую опасность, чем неонацистские выпады по поводу чернокожих людей. Ресторан уже несколько лет публикует посты в поддержку прав ЛГБТ, а в России это традиционно острая тема. Ранее под подозрение попадали даже бренды, которые просто использовали на своей продукции образ «Радуги» – одноименное мороженое от «Чистой линии» и «Веселый молочник». Оптимистично настроен руководитель коллегии адвокатов Князев и партнера Андрей Князев. Мне кажется, ничего грозить им не должно за это. Насколько я знаю, не было претензий к каких-то правоохранительных органам или других структур. Поменяли и поменяли почему-то. Кто-то считает, что этот флаг принадлежит и сообществу, а кто-то это радугой видит. Не стоит по этому поводу звонить и делать хулиганские поступки, а обратить внимание органов, наверное, если ты считаешь, можно на это. Если у тебя других дел в жизни нет, вот как кто-то что-то там, какой-то флаг поменял в сети японских кафе, действуй тогда законными методами. Письма пиши, заявления не звони, не хулигань. Пока противостояние сети японских ресторанов и сообщества интернет-хулиганов продолжается. Тануки уже подала в соответствующие органы все необходимые заявления и ожидает ответа. А блогер Позняков призывает сторонников совершать дедос-атаки на сайты компании и рекламирует каналы про пассивный доход.